Дети часто капризничают, упрямятся, не слушают родителей, закатывают истерики. Порой их поведение кажется нам настолько странным, неуравновешенным, что мы готовы идти к специалисту. Только не всегда знаем, к какому специалисту обратиться. Вот и сегодня у меня есть вопросы, которые, на мой взгляд, один психолог не сможет разрешить. Поэтому мы идем к неврологу. Здравствуйте, Енгина Хаятовна. Здравствуйте. Ждем, мы ждем, когда это с полтора года ребенок начнет спать. Но вот следующий вопрос нам написала мама, которая не дождалась спокойных ночей. Мой ребенок, сейчас ему один год шесть месяцев, сын. Спал хорошо только первые пять месяцев, о чем мы и говорили. А потом начался ночной кошмар. Каждую ночь он просыпается и кричит, плачет, изгибается. Даю молоко в бутылочке. Бывает успокоится на какое-то время. Опять через полчаса. Кажется, уснул, а нет, снова плачет. Беру на руки, качаю в кроватке. Сил нет, спать хочется, а сынок все плачет. Потом часа в четыре-пять успокоится, а в шесть утра бодрый на ногах будет меня. Всякие мешочки с травами вешали. Перед сном выгуливали. Ходили к нервопатологу в шесть месяцев. Сказала, что мышечный тонус и написала диагноз. Группа риска. Выписала микстуру, которую делали по рецепту в аптеке. Ничего не помогает. С микстурой вроде бы засыпал побыстрее, но ночью та же катаватия. Мне говорили, что перерастет и после года уже будет спать. Но вот уже один год и шесть месяцев, а сон полноценный так и не приходит. Скажите, пожалуйста, отчего это происходит? Правда ли, что дети перерастают этот период? И что нам делать сейчас? Днем он спокойный, довольный и жизнерадостный малыш. Возможно, это позднее прорезывание зубов. Когда ребенок, собственно говоря, уже в другом интеллектуальном уровне развития, у него другие ответные эмоциональные реакции. Ну и мама сама в тексте там ответила на проблему. У нее сон нарушит, ей спать хочется, понимаете. У мамы уже сил нету, да. Детеныш утром встает в шесть утра, уже бодр, веселый, а значит, у него сон прошел нормально, да. А что вы скажете насчет микстуры? Микстуры бывают разные. Конечно же, в их состав входят успокоительные какие-то травы иногда. И, собственно говоря, далеко не всегда они могут помочь, потому что, ну, наверное, здесь бы микстура больше, опять-таки, маме помогла бы, да, какая-то. Когда у нас с вами болят зубы, мы с вами себя не успокаиваем успокоительными таблетками, микстурами и так далее, так далее. Мы что делаем? Мы пьем болеутоляющие средства, потому что у нас болят зубики. И когда у детишек болят зубики, то им тоже бывает больно. Бывает больно и успокаивать, лечить. У них нет невроза, да, лечить невроз им не нужно. Вот, иногда достаточно применить каких-то, иногда гомеопатические средства с болеутоляющим эффектом. Это могут быть свечки различные, это могут быть какие-то шарики гомеопатические, это может быть гель для зубов с кротом, именно болеутоляющим эффектом. Но он уже даёт возможность ребёнку утихомириться, заснуть, а там уже как пойдёт, как говорится. Иногда бывает и хорошо, а иногда и вообще не помогает. То есть я стараюсь родителям объяснять, что это не лечится, что это терпится, и надо как-то через это пережить. Тут можно посоветовать совместный сон попробовать какое-то время, пока всё не угомонится. Помогают ли мешочки с травами спать всю ночь? Аромотерапия бывает эффективна для детей более старшего возраста. Тут можно предостеречь родителей от эфирных масел. Вот травки можно, да, даже можно перед сном где-то пошуршать, пустить вот этот вот запах трав. Ну, в основе действия любой травы успокоительной. Что же там в траве такого, что она успокаивает? Да, это барбитуровая кислота, это барбитурат, собственно говоря. То, что вот можно применяться в таблетированной форме, но и не очень хорошее, вызывает зависимость. Любая трава, она тоже может вызвать и аллергию, и зависимость. То есть быть неэффективна через какое-то время. Поэтому это вещи те, которые иногда бывают полезны для детей вот более старшего возраста, у детей с нарушением гигиены, сна, с нарушением засыпания. Более старших возрастных периодов. Я не только психолог, но и мама. И могу сказать из личного опыта, что сын, старший ребенок, был очень беспокойным в младенчестве. И ночами он практически не спал. Первое, что я пыталась сделать, это выяснить причину, почему же, да, мой ребенок ночами не спит или очень плохо спит. Да, я поняла, что мой ребенок не голоден, что памперс у него чистый, да, и не может поэтому плакать. Я знала, что у моего ребенка проблемы с животиком, у газики, да, которые я пыталась решить, но до конца она не уходила. Поэтому он из-за этого плакал. И то, что у моего ребенка была возбудимость, да, был неврологический такой момент. Я поняла, что есть вещи, с которыми я ничего не могу поделать. Да, с чем-то могу помочь справиться ему, да, и устранить эту причину, а что-то не могу. И пыталась всячески облегчить ему и себе существование, что называется, да, на определенном этапе жизни. Я клала ребенка с собой спать, когда он был совсем маленький, да, и я быстрее засыпала, и он дольше спал. И старалась днем высыпаться. То есть если ты ночью не поспал, то есть возможность с ребенком поспать днем. И самое главное, я понимала, что этот период когда-то закончится. Да, ребенок вырастет, и бессонные ночи уйдут в прошлое. Вот, пожалуй, так. Да, выяснить причину и как-то постараться пережить этот момент. Я бы хотела сказать, когда все-таки нужно беспокоиться, да, вот мы уже сказали, что боли, резкие боли, резкое беспокойство может быть признаком болезненности ушек, ушей, воспалительного какого-то процесса. Вообще, предвестники соматических заболеваний, вирусные инфекции, заложенность носа может нарушать сон, да. Вот, избыточная возбудимость ребенка при гипокальцинита, при нехватке кальция, когда ребенку не хватает витамина D. Очень часто коррекция витамина D нормализует и сон у ребенка. О движениях я могу тоже поговорить во время сна и в бодрствовании у детей. На что нужно обращать внимание, на что можно не обращать внимание. Конечно же, сон сам по себе внутри несет много всяких ненормальных пароксизмальных расстройств, да, иногда они даже носят эпилептическое происхождение, да. Вот, но это относится к детям, которые проблемные, которых, может быть, внутриутробный был неблагоприятный период, период новорожденности, да, период родовой деятельности. Есть дети соматически ослабленные, вот, и во сне они могут совершать много различных движений. Какие движения нас должны настораживать? Но внезапные резкие вздрагивания, которые бывают без поводов, ничем не спровоцированы, у ребенка более старшего возраста, особенно если они приводят к частым пробуждениям, малыша должны вызвать, конечно же, беспокойство и обращение к специалисту. Но еще есть такие физиологические гиперкинезы, физиологические дискинезии сна, которые не требуют специального, да, обращения к врачам. Мы с вами тоже во сне и вздрагиваем, и делаем какие-то движения, то же самое происходит и с малышами. Вот, опять-таки, если ребенок развивается нормально, и если это не усугубляет ситуацию, эти движения во сне, они особого беспокойства вызывать не должны. У детей еще очень низкий уровень контроля над своими движениями, над своими эмоциями. Вот, поэтому говорить о том, что дети с расшатанными, нервную систему уже рождаются, это, наверное, будет неправильно, потому что она у них еще несовершенная, она у них еще просто незрелая. Читаю вопрос. До скольки лет ребенок должен спать днем? Моя дочка три года, спит по три часа, не будила бы, спала бы дольше. Но вечером не уложишь, только часов в 11-12 ночью угомонится. Просыпается в 9-10 утра, нужно ли как-то ломать этот режим? Смотря какие задачи, если в детский сад, то мы не будем называть это ломкой режима, потому что, ну, наверное, ничего ломать резко вообще, в принципе, нельзя, особенно у детям, у детей вообще адаптационные механизмы достаточно слабые. Вот, поэтому я так понимаю, что там ночной сон, в общем-то, по продолжительности нормальный, да, 9 часов получается. Просто ребенок поздно засыпает. Ну, в 9-10 просыпается. Да, в 9-10 просыпается. Но очень важно понимать, что мама сама во сколько просыпается. Если мама готова бодрствовать с ребятеночком с 7 утра, да, это то время, когда, возможно, ему нужно будет вставать, чтобы пойти в детский сад. Вот, если мама сама готова, то, значит, нужно к этому стремиться, ребенка к детскому садику режим нужно менять постепенно, и заблаговременно, и желательно за несколько месяцев. Вот, но не надо ребенка заставлять раньше ложиться, не получится. Получится чуть-чуть раньше пробуждать. Особенность, это очень актуально у нас в России, поскольку территория очень большая, и много различных поясов, да, световой день очень отличается в различных поясах. И вот если брать московский регион, то зимой световой день вообще очень короткий, 4-5 часов. И нам важно, чтобы этот весь световой день ребенок все-таки бодрствовал. И если мама спит утром до 9-10, то, считайте, вы уже, как минимум, 3 часа светового дня уже проспали. Спасибо, Нигина Хаятовна. Насчет сна вы, по-моему, разрешили все сомнения родителей. Если бы я бы пораньше узнала бы, как себя вести, и что ничего страшного нет в том, что ребенок не спит в определенные периоды своей жизни, у меня было бы намного больше спокойных ночей. Но у меня есть еще вопросы от родителей, на которые, я надеюсь, получить ответ. Добрый день. У моей дочери 10 лет, уже второй год навязчивые действия. Такие, как похлопывание ладошками перед лицом. Происходит это ежедневно после школы. Вероятно, таким образом происходит снятие напряжения после школьных занятий. Подскажите, пожалуйста, как мне отучить дочь от этого? В общем-то, мама частично, наверное, ответила на свой вопрос, предполагая, что какие-то избыточные нагрузки ребенок испытывает, может быть, в школе. Хорошо, что на сегодняшний день к нам вообще в практику пришли психологи активно очень. Они, в общем-то, призваны разрешать подобного рода проблемы, поскольку неврологические нарушения поведения, конечно же, могут таким образом себя проявлять. Но если у ребенка есть чувство критики к своему состоянию, и она в различных ситуациях, эта девочка ведет себя по-разному, то, значит, процентов, наверное, 50-60 можно быть уверены, что здесь проблема не неврологическая, а проблема психологическая. Но та проблема, которая может стоять на грани с неврологическими проблемами. Конечно же, нужно этого ребенка смотреть, нужно выяснять, нужно видеть, что это за движения, чем они обусловлены, что является триггерным механизмом возникновения того или иного движения лишнего. Ну, это фактором раздража, даже пусковым механизмом, да, триггерным мы называем. Вот. Как пример могу привести, что у ребенка, например, с конъюнктивитом, после конъюнктивита у эмоционально-лабильного ребенка возникает тики глазные, зажмуривание, потому что первоначально ему как бы раздражает вот это неприязненное, да, ощущение, неприятное ощущение в глазах, а потом это закрепляется на уровне глазных тиков. Вот. У ребенка кашлящего длительно после какого-то вирусной инфекции, да, впечатлительно эмоционально у ребенка закрепляется эффект покашливания, как, ну, как навязчивое, да, такое покашливание. Здесь нужно разбираться, конечно же, в общем эмоциональном фоне ребенка, что является причиной такого фона. Нельзя ли как-то изменить этот фон, то есть влиять на фон ребятеночка, а потом уже решать вопрос, относится ли это похлопывание к функциональным расстройствам или могут иметь какое-то органическое происхождение, что вряд ли, потому что ребенок бы тогда не смог вот контролировать, да, уровень его проявления. Вот. Ну и если у ребенка дома проявляется больше различных состояний, то здесь стоит задумываться, а где же больше все-таки эмоциональное перенапряжение в школе или дома. Иногда бывает, что родители избыточно требовательны. Вот. Поэтому здесь нужно, конечно же, работать в первую очередь с психологом, и если психолог видит, что эта ситуация пограничная, то тогда уже подключать невролога. Так, хорошо. Иногда даже и психиатр приходится подключать, но это уже в крайних случаях, когда... Еще вопрос. Сын, 7 лет. Как что-то не получается, или я ругаю его, бьет себя со всей силы по голове или по щекам, а может упасть на пол и извиваться. Даже страшно становится. Такие истерики устраивает из-за ерунды, из-за обычного замечания. А в другие минуты он хороший, добрый, спокойный ребенок. Как? Помогает ли в таких вопросах невропатолог и как? Ведь если я приведу его к вам, он будет вести себя хорошо. Ну, то есть, если он будет себя хорошо вести, да, на приеме, значит, у него опять-таки присутствует критика к своему состоянию. Значит, у него, в общем-то, глобально-то все с психикой в порядке. Да, но с точки зрения психиатрии, если рассматривать, да. Вот, значит, он вполне управляемый парень. И сам может управлять своими эмоциями. Раз он может себя вести хорошо в присутствии доктора и плохо в присутствии мамы, в присутствии родителей, и это называется манипуляционным поведением. Здесь, конечно, в первую очередь работа психологов. Нужно выяснять, почему ребенок так, почему ему так позволительно. Ну, это работа педагогов. Я думаю, что здесь врачи вряд ли помогут. Но если уж педагоги не справляются, и его такое поведение еще и обусловлено какими-то сопутствующими неврологическими симптомами, нарушением внимания, там, двигательной расторможенностью неконтролируемой, то совместная работа психологов и неврологов, наверное, принесут какой-то результат. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. У меня ребенок очень часто бывает агрессивный. Причем он агрессивный только дома. к маме, к папе, к братьям, к сестре. Вообще он как бы в саду, он абсолютно спокойный, хороший, жизнерадостный, дружелюбный малыш. И мне бы как раз хотелось бы узнать, что делать с этой агрессией, можно ли с этим справиться самостоятельно, или нужна какая-то квалифицированная помощь психолога, или, возможно, может быть, нужно лечить лекарствами какими-нибудь. У вас есть очень хорошая передача, мне попалась, там я даже частично посмотрела про агрессию. Начало только не успела все посмотреть я. Про агрессивное поведение там очень хорошо описывают психологи, причины агрессии. Здесь явно манипуляционное поведение. Здесь вот нужно разбираться. Ну и, конечно, один раз встретиться с неврологом тоже не помешает, потому что нужно понимать, нет ли там сопутствующих проблем, опять-таки, неврологически. Ребенок сюда заходит в отделение, он орет кричать так, что его невозможно даже в кабинет завести, не то, чтобы посмотреть. И мы вынуждены приезжать домой. Ребенка задержка развития речи, три с половиной года прихожу к ним домой, висит вот на торце хрущевки огромнейший телевизор на всю стену. Здесь же стоит компьютер ребеночный, ребенок не интересует ни книжки, ни игрушки, ничего. Я стою, беседую с мамой, мама даже не реагирует на включенный телевизор. Пять минут проходят наши беседы с включенным телевизором, 10 минут проходит, 15 минут, мама не реагирует. И потом я уже, когда с просьбой обращаюсь выключить телевизор, мама выключает телевизор, через 15 минут я нахожу контакт с ребенком, предлагаю ему книжку, и он уже заинтересовывается этой книгой. Поэтому иногда даже на приеме мы не можем сконструировать ту ситуацию, которая бывает дома. И когда иногда заходишь в дом и видишь ситуацию, атмосферу, в которой ребенок становится все ясно и без диагнозов, разбросаны везде игрушки, нарушают внимание очень часто ребенка в определенном возрасте. Иногда даже заходят в помещение с родителями, и уже родители ребенку в 2 года, в 1,5-2 года говорят, «Не бойся, это не больно, это не страшно, доктор хороший». То есть ребенку, у которого еще не включено логическое мышление, а ребенок действует на своих автоматизмах, условных рефлексах, его уже заранее, ему что-то сообщают очень важное, настораживают, то есть индуцируют ту самую тревогу, которую не нужно индуцировать. Поэтому даже иногда вот зайдут, уже ясно, что там за проблема. Или родители очень часто спрашивают детей, их разрешения, их мнения, у тех, у которых еще выбор сделать не могут, они стерят по этому поводу, потому что выбор сделать не могут. А у них спрашивают. А у них родители разрушения все время спрашивают. Понятно, если окажут и случайно. Да, поэтому иногда достаточно посмотреть на родителей, достаточно посмотреть на то, как они заходят в кабинет или побывать у них дома, для того, чтобы все было ясно. Спасибо, Нигина Хаятовна, за столь содержательные ответы. Я уверена, они помогут нашим телезрителям. Гуляйте с ребенком перед сном. Дышите свежим воздухом. Наслаждайтесь, любуйтесь природой. Посмотрите, на каждой травинке, словно бусинки, нанизаны мельчайшие капельки. Мы в студии, и у нас постоянный гость нашей рубрики Дмитрий Разумный, кандидат педагогических наук, автор и режиссер цикла фильмов о природе для детей. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я наблюдала туман. Это было незабываемое ощущение, и я помню их до сих пор. Вот я стояла на поляне, и наблюдала, как туман скрывает просто. Сначала листву деревьев, сначала даже траву, потом листву деревьев, потом дома. Мне казалось, что вот я одна в этом мире. И я помню, меня вдохновило. Это состояние, это было начало моего рассказа, небольшого. Мой ребенок не видит тумана, не замечает в городе. И многие люди сегодня проходят мимо этого явления. А ведь туман можно наблюдать специально? Ну, туман в городе наблюдать довольно сложно, тем более в больших мегаполисах. Скорее всего, это будет просто смог или такая дымка из-за выхлопов автомобилей или промышленных предприятий. Конечно, самое романтичное состояние души приходит, когда мы наблюдаем туман за городом. Вообще туман есть в любое время года, но летние туманы, они особенные. Собственно, и вас вдохновил именно летний туман. Особенность его в том, что это очень раннее утро. В ясную погоду, очень ранним утром, до восхода солнца, над влажными лугами, в низинках, около рек и озер поднимается туман. И поскольку в это время весь мир еще спит, вот это особое состояние природы и души, когда ты абсолютно один, в абсолютной тишине, нет этой суеты людей, машин, прочего, вот это, конечно, создает удивительное настроение, такое романтическое. Это как раз один из таких редких моментов, когда любой человек будет восторгаться вот этим состоянием природы. Лучше расположиться так, чтобы вы видели восток и чтобы вы могли наблюдать восход солнца, потому что летний восход солнца это очень величественное событие. Это событие всегда, скажем так, восторгало все живые существа, живущие на планете. Африканские обезьяны на восходе солнца начинают кричать, все птицы кричат, потому что, ну, это где-то такая древняя радость, что они пережили страшную ночь, во время которой орудуют хищники, и не все доживают до утра. И для нас, в наше мирное время, слава Богу, у нас все равно остается это восхищение вот этим моментом восхода нашего главного светила. Это настолько вдохновляет тоже к творчеству. Ведь туман и сравнивают и с покрывалом. Конечно. И с облаками на земле. То есть, пойдем в облака, можно сказать, ребенку. Хочешь побыть в облака? Да, да. Молочная река. Все что угодно. Это громадное поле для фантазии, для проявления своих творческих способностей для вдохновения. И, конечно, эти картины вдохновляли и многих писателей, и композиторов, и художников. Удивительными волнами плывет эта белая река. Кто бы в своем фильме рассказали о тумане? Здесь мы просто восторгаемся им. Я просто показал, где и когда его можно увидеть, как красиво он плывет, если просто долго-долго внимательно наблюдать за ним. А сейчас у многих есть мобильный телефон с функцией видеозаписи. Снимите этот туман, потом его можно воспроизвести на ускоренном, на ускоренной перемотке, на ускоренном режиме, и вы увидите, как меняется это облако на земле. Ну и, конечно же, в это время выпадает роса. И в ясный день, когда начинает, после восхода солнца, на росинках начинает играть солнце, это удивительное красивое явление, которое не оставляло равнодушным ни одного нашего поэта. Это тоже надо уметь увидеть и показать нашим детям, как это красиво. То есть, опять-таки, чтобы увидеть эту красоту, надо поклониться. То есть, это же на уровне земли, то есть, на каждой травинке, на паутинке, на спящих насекомых, которые, пока на них роса, они летать не могут. Это тоже очень удивительно. Понаблюдайте, на каких цветках и растениях самая большая роса. Это утром тоже можно все увидеть. Исключительно утренние часы. До, ну, еще час, где-то после восхода солнца, потому что потом солнце начинает пригревать, роса испарится. Да, и как интересно рассказать ребенку, что эти капельки не следствие дождя прошедшего. Да. Вот многие дети путают. Да, да. А следствие конденсирования воздуха, той влаги, которая была в атмосфере. Поэтому, больше всего, конечно, это рядом с водоемами или на каких-то заболоченных или влажных лугах. Надеюсь, наша рубрика вдохновит вас, уважаемые родители и дети. И вы встанете завтра же утром, увидите туман, росу и поймете, что все прекрасно рядом с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok